В эфире город сегодня. Здравствуйте. День памяти и скорби отмечается 22 июня во многих городах, в том числе и в нашем. 75 лет назад на рассвете летнего воскресного дня в жизнь советских людей ворвалась война. От Актюбинска фронт был далеко, но ждали везти оттуда с такой же тревогой, как и везде. И провожали на войну мужей, отцов и братьев. Встречали эвакуированных, строили заводы. Война в памяти поколений сохраняется уже 7 десятилетий. Никто не хочет повторения страшных разрушений, смерти близких, отчаяния и боли. В этот день к братским могилам и памятникам люди несут цветы, ставят поминальные свечи, говорят о том, что нужно сохранять мир. А за него приходится бороться и сейчас с теми, кто пытается пересмотреть историю, сделать из преступников героев, стереть в памяти молодого поколения значимость подвига победителей. 22 июня в Актюбе также вспоминали жертв войны. Утром возлагали цветы к вечному огню, а вечером пригласили всех желающих зажечь свечи в память о тех, кто пережил самую страшную катастрофу 20 века. О войне, памяти и истории говорили молодые журналисты во время девятого международного форума «Русское зарубежье», который проходил в Санкт-Петербурге. Там побывала корреспондент газеты «Эврика» Ксения Вишенина. Сегодня она в нашей студии. Ксюша, приветствую. Здравствуй. Расскажи, откуда были участники и какие средства массовой информации они представляли? Ну, это проходил международный форум, поэтому участники были со всего света. Всего 38 стран. Страны бывшего Советского Союза, страны Европы, даже участник из США. Это были представители СМИ, это были представители образования, искусства и так далее, разделенные по секциям. В секции СМИ были, как и крупные информационные издания, интернет-порталы, газеты, телевидение, рекламщики. А вот расскажи, что вы обсуждали на этом фестивале и какие вопросы тебе показались наиболее интересными? Это были лекции, это были мастер-классы от преподавателей из Университета Герцена, Университета культуры. Это были специалисты по работе в средствах информации в социальных сетях, в Фейсбуке. Они рассказывали, в частности, они рассказывали о том, как правильно реагировать на комментарии в соцсетях, это такой злободневный вопрос. Это касалось только одной темы, темы Великой Отечественной войны. Да, да, это одной темы. Рассказывали, как правильно подавать информацию в зависимости от страны, от того положения, в котором страна находится, ну, потому что в соответствии с нынешними новостями, и с какой стороны эту информацию лучше преподносить, с упаднической или, наоборот, с позитивной. Ну, делали упор на позитив, разумеется. Вообще, что тебе больше всего понравилось на фестивале? Больше всего понравилась организация и то, как смогли связать образовательную программу для журналистов для повышения с программой культуры, связанной именно с историей Санкт-Петербурга и блокадного Ленинграда. А вот что вам показали в Санкт-Петербурге, и как они вообще сохраняют память о войне в Санкт-Петербурге? Память о войне сохраняется. Это видно даже, когда ты едешь уже из аэропорта, то есть здания, покрыты строительными лесами, они реставрируются, но при этом сохраняются. У нас провели множество экскурсий. Это и дом радио, и также дом офицеров, встреча с ветеранами-блокадниками. Ну и также любая, в принципе, экскурсия, куда нас выводили, так или иначе, подводила сеток к блокадному Ленинграду черта. То есть смольные годы блокадного Ленинграда, Петропавловской крепости и так далее. Потому что это неотъемлемая часть истории города. А вот как сейчас молодежь, особенно из других стран, реагирует на тему войны? Они реагируют по-разному. Ну, в принципе, на форуме собрались те, кто реагирует на эту тему положительно. Они организовывают акции, бессмертный полк и так далее, организуют международные квесты, в которых можно участвовать, выполнять задания, связанные с Великой Отечественной войной. Ближайший будет в конце июня. А что это за задания? Это интерактивные задания, они пересылаются участникам через интернет. Надо ходить по городу, искать памятники, связанные с Великой Отечественной войной, делать какие-то фотографии. И третий раунд — это мозговой штурм. Это проводится по всему миру, и, в принципе, если в городе найдется, кто хочет его организовывать на месте, это можно организовать, и также существуют даже призы. Сама будешь принимать участие? Ну, посмотрим. А в чем проблема? Надо команду. Ну, я думаю, что команду из... Можно подыскать. ...коллектива газеты «Эврика» можно найти. Ну, можно подыскать. Я знаю еще, что вам представили уникальные записи Великой Отечественной войны. Расскажи о них. Да, эти записи представили нам в Доме радио. Радио в блокадном Ленинграде, мы все знаем, она играла большую роль. То есть нас провели экскурсию, показали радиорубку, из которой велись передачи даже во время бомбежек. И, собственно, руководитель Дома радио, директор, он предоставил оцифрованные уникальные записи. Это записи метронома, записи объявления атаки, объявления уже окончания атаки. Записи уникальные Ольги Бергольцев, голос Шостаковича. Также есть удивительный репортаж 27 января 1944 года с Невского проспекта, когда сулитовали залпы в честь окончания блокады. То есть эти все записи сохранились, их вообще гораздо больше, но оцифровать их все в современный формат перевести в электроны не успевают. Вот то, что есть, с нами с радостью поделились просто как память. Также эти записи мы выложили на нашем сайте, на сайте нашей газеты под материалом «Блокадная ласточка». Есть ссылка на страничку, на которой можно зайти, послушать и ознакомиться с этими уникальными записями, голосами тех лет. Благодарю за то, что посетила нашу студию, рассказала и поделилась информацией. Спасибо. Спасибо. Увидеть тысячи часов хроники, услышать подлинные голоса участников сражений и тех, кто трудился в тылу, сейчас можно в свободном доступе и в любом количестве. Так что дело не в открытости материалов. Важно, чтобы подлинная история не была растоптана новыми толкователями. Правду тоже надо защищать. Так что давайте помнить о наших предках, которые спасли мир от угрозы фашизма, чтобы это никогда не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин